В Суэфэньхэ прошел турнир по мотогонкам на льду. Этот захватывающий вид спорта хорошо развит в России, но пока еще мало популярен в Китае. Однако российские мотогонщики сумели заинтересовать китайскую публику. Об особенностях ледового спидвая наш следующий репортаж. Рев мотора, адреналин и искры снега из-под колес железных коней мотогонщиков. В приграничном с Россией городе Суэфэньхэ проходит первый турнир по ледовому спидвею. Участвуют в нем преимущественно спортсмены из России. Среди них два чемпиона мира. Они задают темп гонки. Ледовый спидвей принято считать спортом для молодых. Однако это не остановило 62-летнего спортсмена Сергея Николаева. Суэфэньхэ вообще очень хороший город, очень гостеприимный. Очень здорово нас встретили. Мы очень рады, довольны гостеприимством. А как на соревнованиях, и от меня не стоит ожидать больших результатов. Я уже объяснял, что впервые за большой перерыв времени сел. Так что по скромному буду участвовать потихоньку. Ледовый спидвей – это разновидность классических мотогонок. Все правила и условия те же, за исключением того, что состязания проходят на льду. Предполагается, что идея родилась в 20-х годах 20-го века в Скандинавии. Но особую популярность этот вид спорта получил в Советском Союзе. В современной России традиции продолжили и теперь готовы поделиться ими с соседями из Китая. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше было здесь зрителей, для того, чтобы они могли увидеть воочию, что это такое. Да, этот вид спорта, он травмоопасен. Потому что любые технические виды спорта, они достаточно травмоопасны. Но и они и интересны. Меня просто шокировали эти потрясающие соревнования российских мотогонщиков. Мы решили, что следующей зимой обязательно приедем посмотреть на них вместе с детьми. В китайском Суйфэньхэ достойно подготовились к соревнованиям. Трасса полностью соответствует международным стандартам. Толщина льда 15 сантиметров, периметр 300 метров. Чтобы избежать повреждений, спортсменов вокруг трека возвели снежный барьер. Заезды будут проходить в течение нескольких дней. Следующий этап соревнований состоится в Уссурийске.